Его прозвали делом адмирала по названию торгового комплекса, в котором погибли люди. 6 февраля 2017 года первое судебное заседание было решено провести в этом Доме культуры юность. Судебная канцелярия направила 678 повесток. Все ожидали огромного потока людей. Однако из сотен пострадавших на первое слушание явились не более 50 человек. Спустя год рассмотрение этого дела, ввиду его непопулярности, перенесли в здание поменьше. В здании Московского районного суда Казани, где само заседание уже не в первый раз проходит в режиме абсолютного безразличия со стороны потерпевших людей. Дело о массовой гибели людей в торговом центре «Адмирал» с каждым годом привлекает все меньше и меньше внимания прессы. Прошло уже три года с момента трагедии. Но с каждым годом у пострадавших угасает надежда на то, что это громкое дело будет доведено до конца и виновные понесут наказание. Тем более будет возмещен ущерб на миллиарды рублей. Безобразие, рукомойство, вот это понебратство сплошное у нас творится. Рука руку моет. Лилия Черникова, предприниматель, трижды теряла свой бизнес в огне. На вьетнамском рынке, потом в туре и в «Адмирале». Она до сих пор убеждена, что главные фигуранты этого громкого дела остаются на свободе, а за решетку попали, так сказать, мальчики для битья, наемные работники, обычные исполнители приказов сверху. Распоряжение по сдаче объекта завода «Серпа-Молот» в городе Казани под торговый дом «Адмирал» давал лично товарищ Семин, миллиардер наш. Это такой человек, у которого муха в кабинете просто так не пролетит без его ведома. А с него почему-то все обвинения абсолютно сняты. Действительно, одному из богатейших бизнесменов России Алексея Семину, который является владельцем здания, сразу после пожара было предъявлено обвинение. Миллиардер даже был объявлен в федеральный розыск, а на его имущество наложен арест. Сам Семин, будучи за границей, все это время пытался обелить свое честное имя, активно давал интервью федеральным телеканалам. Его доводы о непричастности к трагедии строились на том, что он не принимал прямого участия в управлении компанией. Объект эксплуатировала компания-арендатор ООО «Заря». Отнюдь не может входить в компетенцию человека, который приезжает в Казань, и жидко давать оценки тому, как организована торговля, в частности, вот в таком центре администрации. Через полгода следствие согласилось с доводами, и все претензии свело на нет. В итоге на скамье подсудимых оказались 12 человек. Это генеральный директор компании, которая и принадлежит Семину, Роберт Хайрулин. По версии следствия, именно его подписи стоят на многочисленных правоустанавливающих документах. Главный арендатор торгового комплекса адмирал Гусейн Гахроманов, который руководил формально, в основном также подписывал различные договора. Фактическим же директором был его отец, Гюль Гусейн Аджафов. Именно он работал непосредственно с предпринимателями, вел административные и хозяйственные дела. Следователи считают, что каждый из этих людей знал, что эксплуатирует опасное для жизни и здоровья здание. Но жажда наживы оказалась превыше всего. Просто туда людей загнали, создали маломальские судьи, чтобы они могли торговать, и все, они там находились. То есть сделали, типа как инкубатор, на первом этаже находились в торговой точке, на одними находились в складе, что тоже является нарушением. 30 миллионов рублей в месяц. Именно такую прибыль владельцам приносила эта торговая точка, которую сложно назвать современным словом торговый комплекс. Адмирал больше походил на типичную барахолку из 90-х, где жили и работали гастарбайтеры. Бывшие помещения завода «Серп и Молот» официально не были приняты какой-либо комиссией. Здание не имело статуса «торговый центр». Здесь не была проведена реконструкция, и тем более отсутствовала качественная противопожарная система. Гидранты, так сказать, висели ради галочки, и эти галочки из года в год кто-то ставил. Что-то они делали. Это так называемые потемкинские деревни. Что это значит? Ну, значит, чтобы была нормальная система пожарной безопасности, нужно было вложить большие деньги, сотни миллионов рублей. Туда деньги были вложены намного меньше. То есть они как бы фиктивно сделали того, что там пожарная безопасность какая-то соблюдается. Ну, то есть повесить какие-то там гидранты, какие-то там устройства. Ну, все это фактически не было подключено, то есть не работало. Давление воды было очень низкое. Нашлась одна такая девочка, 25-летняя, судебный пристав. Сфальсифицировала документы и закрыла это дело, дав понять, что все требования соблюдены. Расследование дела адмирала показало, как проверяющие органы решают проблемы бизнеса. Как бизнес решает свои проблемы с помощью контролирующих органов. Торговому комплексу адмирал, который эксплуатировался с грубейшими нарушениями, госпожнадзор не раз выписывал предписание. Дела были доведены даже до суда. Суд постановил комплекс закрыть до устранения всех нарушений. Однако по непонятным, а возможно и слишком очевидным причинам, начальник судебных приставов Жанна Алпарова своей подчиненной Менделе Сафиной дает указание закрыть исполнительное производство. Таким же образом закрыла глаза на все нарушения инспектор госстройнадзора Галия Исаева. Откуда у ревизоров такое благодушие к бизнесу? Вопрос, на который следователи так и не смогли ответить. В ходе предварительного следствия мы все версии отрабатывали, в том числе и коррупционные составляющие. Но в данном случае мы не доказали, что там была передача денежных средств, была взятка. Не доказали? Нет, мы этого не доказали. Другие преступления мы вменяем, соответственно. То есть там халатность, значит, это потубление полномочиями. Следователи считают, что трагедии было не миновать. Старое, опасное здание начали пристраивать со всех сторон. Во время таких очередных работ с газовым оборудованием и произошло возгорание панелей из пенопласта, которыми было облицовано здание. Огонь пошел по верхним этажам, где находились склады с товаром. Буквально за несколько минут весь торговый комплекс был охвачен пожаром. Эта газовая котельная обслуживает население Адмиралтейской Слободы. Как мы видим, по фасаду здания как раз и проходит газовая труба. Буквально в нескольких метрах отсюда как раз и находился торговый центр, где произошел пожар. Если бы огонь перебросился сюда, то специалисты говорят, им даже сложно представить, каков был бы масштаб трагедии. Адмирал до сих пор вспоминает с содроганием. 19 человек погибли, 700 человек признаны пострадавшими. Только один из обвиняемых признал свою вину. Рабочий, который включил ту самую горелку. Все остальные себя считают невиновными. Чтобы хоть как-то загладить свою вину перед потерпевшими, бильярдер Семин каждому пострадавшему предпринимателю выделил 714 рублей 28 копеек. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.